приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня друзья мы уделим внимание народным приметам традициям и обрядам на 26 мая поговорим о том что можно и чего категорически нельзя делать в этот день по народным приметам друзья далее все более подробно ставьте лайк обязательно подписывайтесь у нас каждый день выход много полезной информации 26 мая православные христиане чтят память двух святых женщин с именем гликерия ироклийской и новгородской обе они были причислены к лику святых благодаря своим удивительным жизням и чудесам которые сопровождали их и после смерти и святая гликерия ироклийская жила во втором веке она происходила из знатного рода ее отец был градоначальником рима а позже переехал в трояна поле лишившись родителей в раннем возрасте гликерия приняла христианство и регулярно посещала храм во время гонения на христиан при императоре антонине гликерия оказалась в немилости отказавшись поклоняться идолу зевса она твердо решила страдать за христа и молилась о силах перенести все мучения когда гликерия пришла в копейще она попросила бога вразуметь язычников и разрушить идолов статуя зевса с громом рухнула что привело жрецов в ярость и они приказали побить святую камнями но ни один из них ее не коснулся на следующий день гликерию привели на истязание и в толпе появился ангел правитель савин пораженный этим приказал заключить ее в темницу запечатав дверь через много дней когда он лично посетил тюрьму святая была жива и здорова ангелы приносили ей еду позже гликерию отправили в город ираклию где ее пытались сжечь в раскаленной печи но пламя погасло самин приказал содрать с головы святой кожи и бросил ее на острые камни но ангел исцелил ее раны утром страшный кладикий думая что мученица мученица сбежала хотел покончить с собой но гликерия остановила его поняв что она жива он уверовал в бога но был казнен за поддержку христианки гликерия была отдана на растерзание зверя но львица лизала ей ноги и ласкалась тогда святая обратилась к богу с молитвой и услышала голос призывавший ее к небесному блаженству другая львица умертвила ее но не растерзала мощи мученицы прославились истечением целебного мира а вот гликерия новгородская жила уже в 15 веке о ее жизни известно немного она была до дочерью староцы старосты и улице легощей в новгороде и скончалась около 1522 года ее нетленные мощи были обретены 14 июля 1572 года близ каменной церкви в честь святой флора и лавра архиепископ новгородский леонид с собором священнослужителей придал мощи торжественному погребению в этом храме от мощи святой гликерии происходили многочисленные исцеления память святой гликерии напоминает верующим о силе веры и стойкости духа они служат примерами преданности и смирения перед лицом испытаний и гонений и житие вдохновляет и укрепляет верующих показывая что даже самые трудные времена можно сохранять веру и упование на божью помощь гликерия ироклейская демонстрирует невероятную стойкость и чудесную помощь ангелов самых тяжелых испытаниях ее жизнь и смерть показывает что бог всегда рядом с теми кто остается верным ему даже в самых страшных условиях гликерия новгородская несмотря на малое количество сохранившихся сведений о ее жизни продолжает помогать верующим через свои чудотворные мощи она напоминает нам о важности почитания святых и веры в чудеса которые могут происходить по молитвам к ним 26 мая в народном календаре отмечается как день лукерия комарницы или гречишницы этот день на руси был связан с рядом обычаев и запретов которые наши предки строго соблюдали чтобы избежать неприятностей и привлечь удачу на руси гликерию переименовали в лукерию и дали ей два прозвища комарница и гречишница прозвище комарница связано с наступлением пары мошек и комаров которые начинали активно досаждать людям и животным прозвище гречишница связано с обычаем сеять гречиху который был распространен в это время в этот день на руси старались не убивать комаров и других насекомых считалось что убийство комаров в этот день могло принести несчастье и беды наши предки верили что в этом есть особый сакральный смысл связаны с уважением к природе и к ее обитателям 26 мая запрещено было одалживать деньги и вещи а также бить посуду эти народные запреты были связаны с поверьями поверьями что такие действия могут привлечь беду и неудачу в дом люди знали что кто одалживает в этот день может привести к финансовым потерям а если разбилась посуда так семейным ссорам и разладу также в этот день было принято осторожно обращаться и с расческами считалось что небрежное обращение с этим предметом могло привести к проблемам со здоровьем особенно с волосами и кожей головы одна из интересных традиций этого дня это лечение зубной боли наши предки использовали особый ритуал для этого они отламывали сучок дерева у самого дупла и три раза прижимая его больному зубу читали одни и те же слова после этого веточку прятали в дупло веря в то что это поможет избавиться от боли на лукерью комарницу также было принято собирать полезные травы этот процесс сопровождался обязательно определенными ритуалами сначала люди купались в озере или реке чтобы очиститься далее надевали чистую одежду и отправлялись собирать травы используя только полотенца для того чтобы собирать растения считалось что собранные в этот день травы обладают особой силой могут использоваться для лечения различных болезней наши предки внимательно прислушивались к птению птиц на лукерью комарницу если птицы пели до самого утра это считалось предзнаменованием дождей пение птиц символизировало грядущие изменения в погоде и люди готовили к дождливым дням пчелы прилетевшие с утра сулили хорошую солнечную погоду появление пчел ранним утром рассматривалось как благоприятный знак который предвещал теплые и ясные дни если в небе было много ласточек и стрижей это говорило о скором потеплении эти птицы считались предвестниками тепла и солнца и их появление радовало людей предвещая хорошую погоду грозовые тучи на лукерью комарницу обещали хорошую погоду несмотря на их грозный вид эти облака предвещали улучшение погодных условий и даже солнечные дни полчища комаров этот день сулила грибное лето обилие комаров рассматривалось как знак того что леса будут богаты грибами и люди готовились к сбору урожая а вот дождь на лукерью комарницу считался плохим знаком он говорил о том что лето будет дождливым и мокрым люди опасались этого предзнаменования так как дождливое лето могло повлиять на урожай и повседневную жизнь 26 мая именины отмечали иван александр георгий гавриил василий егор ефим сергей арина ирина и гликерия люди рожденные в этот день отличаются сильным характером и целеустремленностью такие люди обладают непоколебимой решимостью и настойчивостью если они определили цель их сложно сбить с пути они ее достигнут даже если будут много преград такие люди часто становятся лидерами в своих кругах демонстрируя стойкость и уверенность также лукерия комарница это было идеальное время для наведения порядка в доме очистка пространства от ненужных вещей помогала создать гармоничную атмосферу и улучшить энергетический баланс поэтому в этот день было принято избавляться от ненужных вещей старые ненужные вещи создавали энергетический застой поэтому важно было освободиться от всего что не приносило радости и пользы также в этот день наши предки наводили чистоту генеральная уборка помогала очистить дом не только физически но и энергетически особое внимание уделялось углам и труднодоступным местам где может накапливаться негативная энергия также в этот день наши предки старались избавляться от вредных привычек этот день также подход и для начала нового более здорового образа жизни отказ от вредных привычек и старых моделей поведения помогает создать пространство для позитивных изменений кроме того лукерия комарница это время для самоанализа и внутреннего очищения поэтому важно переосмыслить свои цели и желания также сегодня хорошо работать над собой над внутренним миром и искать гармонию ну и конечно же сегодня освободившись от ненужного и негативного можно начинать планировать новые начинания и ставить перед собой новые цели одной из главных традиций дня лукерии комарницы был сбор лекарственных трав наши предки собирались в группы и уходили в лес чтобы добывать целебные растения считалось что именно 26 мая является особенно благоприятным для сбора трав так как они наделены особой силой и могут принести здоровье и благополучие собирая травы люди придерживались определенных правил например травы следовало срывать только полотенцем чтобы не дай бог не повредить растения и сохранить их лечебные свойства этот ритуал помогал не только получить полезные травы но и установить связь с природой укрепить духовное и физическое здоровье также в старину в день лукерии комарницы существовал обряд для заговаривания зубной боли и этот ритуал помогал людям справляться зубной болью верил магическую силу слова и природы как мы уже сказали ранее этот день называли лукерия комарница но и также были другие названия как гречка сейка и лукошница эти названия связаны с двумя важными традициями этого дня гречка сейка это день когда начинался посев гречки гречиха считалась важной культурой и посев ее в этот день символизировал начало нового этапа сельскохозяйственных работах люди верили что посеянная в день лукерье гречиха даст богатый урожай и обеспечит семью на весь год а вот лукошницы этот день также был связан с традицией приносить еду в лукошках мужчинам которые работали в поле женщины готовили еду и приносили ее своим мужьям сыновьям отцам считая что пища принесенная в лукошки даст мужчинам силы и здоровья этот ритуал подчеркивал заботу и поддержку семьи укрепляя семейные узы и создавая атмосферу тепла и единства в день лукерье комарницы строго запрещалось убивать комаров считалось что за убитого комара может появиться целая дюжина новых еще более настырных и больно кусающихся этот запрет связан с верой в то что комары являются символом неприятностей и раздражения и их убийство может привлечь еще больше бед еще одним важным запретом являлась необходимость убирать волосы с расчески волос нужно сразу же сжечь или бросить проточную воду несоблюдение этого совета может могло привести к семейным проблемам длительным скандалом недовольством друг другом а также зависти и злобе среди родственников волосы оставленные на расческе символизировали накопление негативной энергии и конфликтов 26 мая нельзя было плакать даже если это слезы радости считалось что слезы в этот день могут привлечь серьезные неприятности такие как обманы кражи потери и болезни праздник лукерье комарницы необходимо одержать было свои эмоции под контролем чтобы не навлечь на себя и свою семью беды плач в этот день ассоциировался с открытием дверей для негативных событий в этот день категорически не рекомендовалось отдавать свои вещи другим людям считалось что вместе с вещами можно отдать свое счастье и удачу если все же необходимо что-то отдать вещи следует предварительно постирать или протереть влажной тряпкой который можно потом нужно будут выбросить это делалось для того чтобы смыть свою энергетику с вещей и избежать передачи части своей энергии новому владельцу вещи которые долго время использовались человеком впитывают его энергетику и не промытые проточной водой они могут передать часть энергии бывшего хозяина новому если на 26 мая была назначена свадьба то нельзя было бить посуду на счастье день лукере комарницы посудные осколки считаются вестниками неприятностей если что-то случайно разбилось нельзя было трогать и осколки руками их нужно было собрать тряпкой или салфеткой и закопать под старым деревом подальше от дома посудные осколки в этот день символизировали разруху и разлад поэтому важно было правильно утилизировать их чтобы не привлечь неприятности ну а сны приснившиеся в ночь на 26 мая имели особое значение и интерпретировались по особенному даже если сновидение оказалось страшным и пугающим она не несет в себе опасности важно помнить что такие сны являются предвестниками перемен а не угроз хорошие приятные сны в эту ночь говорили о положительных изменениях в жизни они могли указывать на улучшение в личных отношениях успехи в карьере или общее повышение уровня благополучия эти сны приносили успокоение и уверенность в том что впереди светлое будущее плохие и пугающие сны несмотря на их неприятный характер не являлись предвестниками беды они служили предупреждением что не стоит расслабляться и терять бдительность такие сны подсказывали что грядущие перемены могут потребовать дополнительных усилий и внимания чтобы избежать проблем не помогали подготовиться к вызовам и справиться с ними более эффективно ну а люди рожденные 26 малая обладали уникальными чертами которые которые делали их заметными и влиятельными людьми знаете люди рожденные в этот день твердо придерживаются своих убеждений и редко меняют мнение под влиянием окружающих они имеют внутренний стержень который помогает им оставаться верным себе и своим принципам эти личности склонны к импульсивным поступкам и смелым решением также они не боятся рисковать и идти на авантюры что часто приводит их к успеху их смелость вдохновляет окружающих и помогает им преодолевать те или иные трудности а вот обаяние и харизма это еще одна такая вот яркая черта рожденных в этот день они легко находят общий язык с людьми притягивают к себе внимание и вызывают симпатию их присутствие компании всегда заметно они умеют вдохновлять и мотивировать друзья вот такой у нас с вами день 26 мая по народным приметам традициям и обрядам прямо сейчас ставьте лайк этому видео комментариях обязательно напишите что вы думаете правы ли были наши предки правильно ли они поступали даже не забывайте подписываться друзья хотим всех поблагодарить за донаты которые вы нам отправляете нам очень очень приятно друзья но а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна друзья это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами уже буквально следующем видео